здравствуй мой любимый поклонник стратегий ты слышишь алексея халецкого это значит что ты на канале лёша играет и смотришь продолжение партии за нубию на десятерых сидмейр стивилизейшн 6 если ты случайно наткнулся на это видео то лучше перейти к началу партии ссылка есть в описании к этому ролику ну а спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества спасибо им большое за поддержку и приятного продолжения просмотра как остался остров с чудом незаселенный в смысле незаселенный кроме варваров да не надо ну вот что-то накаркала нормально забыла все они могут был копаемах реально как вообще португалец так растерялся берешь кожу в короче ставишь побережье по лояльности все не отворились почему не нужно отваривать своему полу эффективно ближе к спонсору ладно это сложно он готовит не будешь туда археологов своих водить это моя раскопки где поделитесь где тоже нету больше или реально я бы что-то путаюсь мне показалось там были какие-то раскупки но я потихоньку строю зенитки и потихоньку делаю проекты вьетнам суша у тебя над машин жидара есть этот ископаемые раскопки над махин жидара над махин жидара ничего особенного нет вообще нечего на моих территориях смотреть вот что я так думаю что я так думаю что я так думаю о испанец это это война ну жадно оба алюминия ты себе забрал а он у тебя еще есть то есть тема тушь и сильней так ты еще пошел туда ставить город так я хочу равно археологов я так понял вид там понял что что-то не тогда что там не так много артиллерию клы у коротов что нападать на вьетнам хочешь но хоть посидимся под конец до алюминия но мне короче вот тут алюминий то есть реально насрал мне конга в итоге чёрт вообще сплю знаешь я посмотрел как ты арту и города 82 силы пытался взять поскольку требует чем под 3 12 урана хотя бы на 4 хода но мне надо забирать лавенту и кардив тут очевидно мы уже не улетим опять что-то мне поломали рынок разграда елки-палки что за хрень 5 что ли дамбу мне разграй не пойму почему полом а может то поводок произошел а вот как в общем надо дамбук чинить таки жирно конечно ну ладно но это у тебя 66 вход будет ты поставил я я согласен но ты предусмотрен что да только то берешь правая демократия плюс 2 кто кстати это интересно плюс 2 к довольству минус к силе юнитов подчас нафиг надо блин открыть про активный бомбардировщик купить теперь вы первая удачная операция шпионов этой игре снижает уровень вражеских шпионов это интересно так что-то не получаются все концерты вот и умные материалы жди два хода а у метод 4 значит смотри давайте сначала налоги скрытность и потом умные материалы корялки стопудово тут так ну давайте я хочу это открыть а вдруг в другом месте будут мало ли дальше пишем вообще вроде считал у нас на сорок пятом ходу должен был закончится мир 15 ходов же длится то нет а мир вообще-то 10 просто мир из перемирия сожидан союз нет союз 20 достаешь ты можешь там посмотреть осуешь можно смотреть новая инфа да да ну мне нечего предложить португальцу за уран pink наверно вряд ли продаст таяц может быть продаст китаец предложение просто жду если он при а принял можно робота строить да но у меня везде есть окчал надо лавенту будет я куплю просто бомбардировщик современный даже два энергии могу два купить люди по деньгам да блин каким хером но я же отмечал сюда мин плюс 10 процентов науки дает но цифровая демократия счастья это тоже может дать а короче давайте глянем так 570 осмотрим давайте может рационализм заведешь что мы кучу варвары там вы посмотрите там еще один после если что есть гомонистическое наследие так республиканское наследие либерализм турка больше нету ничего на счастье нет интер соседства и гаммой ну давайте театральная площадь давайте пробуем это дать и стала тут 88 ночи побольше и испанец ответная а 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 Да, никуда мне тут уже отправлять. Вон-то на Нариву, если только так. Это я на свою территорию хочу. Ну, как я и говорил, Леша, на Марс как там? Запускается, да? Да. А что ты не запускаешь? В смысле, не запускаю? Ну, а что ты меня спрашиваешь? Запускаю, все вышли. Я так вырвался вперед, а сам-то уже тоже полетел. Ну, блин, у тебя науки на 100 больше, у Инка на 200 больше. Кто быстрее выйдет во все остальное? Вопрос. Конечно же, Леша. Конечно же, я. Согласен. Как чё, Инка, там быть, что-то собирается. Стопайте меня бегом. Мы несложны выступать. У меня не открылось. Это плохо. Не, за 12 ходов мы тут не улетим. За 12 ходов? Ну, как бы, либо. Тут никто не улетит. Ну, мы не можем, или не как. Ну, 20 ходов, не знаю. Наверное, все-таки спа не спать. Здесь только очки, и все, забудьте про космос. В общем, какие очки? Здесь. Так, а современные танки я открыл. Пушите, я, наверное, роботов могу купить. Нет, жаль. Инкс, сколько у тебя промки в Киеве? 46. Может, ты грешь? Понятно, что вру. Если серьезно, 116. Чё-то много у тебя промки. Чё-то мало, вообще-то 150, на самом деле, нормальная. Так, а что у нас там по великим людям? Черт, я инженера проспал. Некому стоп. На 100% на инженера. Блин, я его мог реально за веру стопудово купить. Это, конечно... Вам бы ехать ядерки на этого кидать? На испанца? Чтоб сбить ему счет. Кому нам? Кому нам? Я не понимаю, короче, кому ты это говоришь? Тебе. Почему мне? Потому что ты в лидерах по очках. А да, и что мне даст кидать ядерки в испанца? Чтоб захватили его города китайцы Португал? Класс, я кидаю в него ядерки, а он получает бонусы другие люди. Вообще всех значит кидать ядерки. Еще варианты. Стоим, ждем танк. Ну и захватить не могут без корабля. Ах, армитаж, армитаж. Так, давайте испанцу... За 100 монет. Конго, можешь все-таки дружить давай? Тут явно даже вот сама стихия не дружелюбная во Вьетнаме. Испанец, предложение. Не знаю, мне это похоже, что она мне говорит, давай, у тебя все получится. Она показывает, что будет в своей армии. Робот шесть ходов строится. Мне кажется, здесь бессмысленно его делать. Так, ускорялки мы не видим, да? Пока. Я вот сюда выйду, может, что-нибудь станет заметно. Глобализацию. Давайте откроем глобализацию. Ну, смотрите. У меня нету вменяемого урана, чтобы кидать ядерки. То есть 20 урана, ну что я сделаю? Две термоядерки, а потом меня в ответ закидает. Это просто мы, я с кем-то кого-то... Ну, мы вдвоем друг друга аннигилируем, уберем из войны, так? Так, алюминия у меня тоже нету. Я не успел, конечно, туда... Испанец поставил город. И я могу только вот сейчас построить два реактивных этих. И это, ну, это ходов на восемь как раз до конца игры захватить Лавенту и Кардив. И возможно попробовать немножко Конго пощипать. Тем более, что он вот здесь. То есть он даже, наверное, не успеет построить Манхэттен проект. Что-то там кинуть, если вдруг... Ну, то есть Лавента и Кардив для меня шанс догнать по очкам испанца. Тут уже шанс только по очкам выигрывать. Тем не менее, в Хике зачем-то строю Космопорт до сих пор. Ну, вообще, это последний проект, да? Тут еще может быть шанс, если мы увидим... Если вдруг внезапно ускорялки будут... Вот здесь. Но обычно они всегда здесь. Тенгиле разрушили промышленную зону. Зачем-то кто-то... Шотландец объявил войну Вьетнаму. А, не Вьетнам... Ага, понятно. Конго. Конго обвел войну Вьетнаму. Понял. Конго, тебе гостиниц привезти? Не надо. У нас тут свои разборки. Нам весело. Да, Конго? Один ход. Хордуару купим. Не, улететь тут точно никак не получится за 10 ходов. Потому что я, например, даже не вижу, где умные материалы. А я вижу. А кто не видит? Кто-то не видит, блин. А что Конго такой? Нет, в принципе... Давайте прогнозирующую систему попробуем. Ой, ну да, на который сомневался. А-то кто? Китай объявил войну Шотландцу? Ух ты. Пошли захваты городов. И ядерки. Там прилетело Шотландцу. Ладно, поехали. Тебя отвезем. Ну, мне кажется, кстати, зря китаец. На шотландцевую. Шотландца, очевидно, есть ответ. Шотландца больших наук. Ну, как бы смысл на меня скидывать, если колонию на марсе запустили инки и, ну, убийцы? Инки в союзе. Потому что он... Он не верит, что тут можно улететь. Он верит, что тут можно победить по очкам. То, что я не верю, я... Ну, как ты улетишь? Ну, да. Это так. Сажают меня китайцы. Конга. Вау, ты видишь, что тут... Варварская вольница. Да звук сторон атакуют. Да. Слушай, я тут сколько проектов будет. Что ж, что ж, жалко мне китайцы Конга. Сажали меня они, в общем, Конга и Китайцы. А, Китайцы сожжут себя? А, да. Вот у тебя только запуск межпланетной экспедиции 6 ходов было. Вскеймс, предложение. Ну, то есть это Unreal. А там еще лететь. Ну, короче, забей. Ух ты, Инг, термоядерок устроит? Конечно, блин. Так, им походу... Что, что они устроили? Час 5 ходов, как раз у меня за кайну. Видимо, клюцы мне построить. Да, мне оказалось, самогод не походил. Эпломатии нет. Кто тут не побеждает, культурой тоже нет. А как ты включил пусковую? Пусковую шахту объяснил. Как она заработала? Слышишь? Видела? Да, ускорялки тут. Пойдем. Как ты запускаешь ракеты с шахта? Просто первую запускаю. Нет, у меня почему-то не получалось запускать. Нет, слушайте, тут надо, наверное, вытепить систему наведения. Хоть какой-то шанс от термоядерок будет отбиться, если что. Нет, слушайте. Да, я в ядерке не успеваю. Ой, кстати, союзинг. А у тебя же есть экономический. Ну и роботов, значит, строить. Если ты не против. Блин, комменс, ты мне один ход не дал роботу настроить. У меня, оказывается, особая тактика неизучна. У меня, оказывается, особая тактика неизучна. 1168 Блин, как мы тут все плотненько Ну, я считаю Мне кажется, китаец ошибся С атакой на шотландца Ему надо было на испанца нападать Просто потому, что испанец отстает по науке То есть Ты нападаешь на своего главного соперника Убираешь его очки и получаешь себе очкам Зачем он на шотландца нападает? Причем У него же города будет отваливаться По лояльности Я не пойму Тогда ты тут меня будешь атаковать С юга очень сильно Ну да, но я-то не выиграю А он выиграет Я, кстати, не очень понимаю, почему Китаец напал на шотландца, а не на испанца Боится его Просто у испанца меньше науки В два раза Понятно, что там шотландец в ответочку даст Там уже города шотландца будут отваливаться По лояльности Не давать очки никакие Потопить будем Теряет два очка Давайте тропические леса Вьетнам Запрещать или наоборот Запрещаем, да, тропические леса Ну и шедевры тут как хотите Там все равно кто не побеждает Давайте реликвию удвоим Удвоим реликвию, давайте Субтитры сделал DimaTorzok 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 Португалец скинул на Испанию ядерку Ты захватил? Ты захватил? Португалец скинул Так испанец меня тут в хламу фигачил Испанец, ты меня войну привил? Кому? Инку Инку Нет воздушек Ты уехаешь или да? Чё? 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 Испанец Португалец точно Ваши вот эти вот Иберийские морды Та и чё, всё как бы Бомбы скинул и всё А дальше? А что дальше? В гости бы зашёл Ну ладно, так мы пойдём к тебе сходим Не надо, да? А два ходика дайте осталось У меня подлодки стоят А ты думаешь, я к тебе на катамаранах плыву? Зачем вообще ко мне плыть? Ну ты ж ко мне приплыл Ну да Продолжение следует... На самом деле Некровождесят Та 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 Х Та Продолжение следует... Продолжение следует... Так нет, мужик, он тебе очков должен был принести этот город Он тебе убрал очки Продолжение следует... Инг, скажи, ты намерен продлить наш союз с того же до конца игры? Или ядерки покидать? Ну смотри... Мне бы сейчас хотелось это выяснить Логика такая... В любом случае ты не успеешь улететь Кидать на тебя ядерки просто, чтобы кидать на тебя ядерки, типа нет смысла Подожди, а в тебя кто кидает ядерки, что-то я не пойму Подожди Нет... Это чья? А это китайец Это китайец Нет, это не Китай Это не я Это испанец? Да, испанец То есть его там забирает Португалу и он решил с этой стороны? Да это он меня забирает, блин Че-то мы не видим, чтобы он тебя забирал А, вообще видим, да? Блин Ну тут, конечно, такая ситуация к концу игры, я вам хочу сказать А почему... А почему... А почему португалец разрушил город Испанца? Это вообще большой вопрос Почему он отваливался? Да какая разница? Да потому что... Да потому что он на этот ход его забирает назад Какой смысл мне? Мне смысл имеет ему очки снять Блин, кто и тут? Какой город? Зачем я это убил, блин? Дангейль Оставлять ему Ну, короче, я инг тоже очень не хочу с тобой воевать сейчас Это будет самоаннигиляция Ну да, это будет убийство друг друга, согласен С другой стороны Так веселее Я не знаю просто как выиграть в этой игре сейчас, в данный момент А то я знаю, как выиграть тут Смотря на 1300 очков в Испанце Ну, я надеюсь, там на Китай еще с другой стороны, которые такие... Или Китай у тебя с Испанией до конца игры уже? У нас 166 ход закончится, я закончу Ну вот, там есть вариант, видишь? Что, что закончится, что? Закончится дружба или там союз Китая с Испанией Надо было оставить покой эту гвшку Такую На... Леша... Продолжить Да, я тоже... Так сказать... Писанами друг перед другом Не, ну... Бывает всю игру Отличная... Отличный союз Тут... Тут просто... Я просто не вижу никакого смысла Так, мы тогда договариваемся, что мы продлеваем, правильно? Правильно? Да... Ай, там ответы... Ух... Китай меня обстреливает, да? Ну а что ты думал, ты мне закинешь, а я буду стоять смотреть на это? В смысле? Я тебе закину? В смысле? Нет, это мне говорит, кто это в Шотландии Ни одной... Ни одна ЭТРСЗО не сбила ничего А что сразу меня-то атаковать? Да я случайно это... Этот... Я мискликнул А, ну все... Верю Да не, я шучу Там же невозможно мискликнуть Там надо... Принять А вы точно готовы его атаковать? Ты на самом деле меконга подгазил вот этим военным лагерем, потому что именно по этим военным лагерям... Ну ты видишь, что там ты открыл? Что там? Алюминий Единственный на всей территории Он там, да? Да? А у меня его много, кстати, достаточно А у меня вот он единственный был Я думаю, мне уже не нужны вот это вот все Авианосец, самолеты У нас... У меня ощущение, что китаец играет на победу испанца Нет, я хочу захватить побольше городов Я сейчас буду на испанском Ну, тогда зачем ты на меня кидал ядерку и ничего не дальше не сделал Ну, я бы не мог ничего сделать, я просто сбил полет и все Как бы у меня... Ну, хорошо, смотри, у нубиц уже четвертый этап проходит У тебя нубиц уже три ядерки кинули Так, тут меня... Послушай, шотландец, забудь ты про космическую победу Тут шесть ходов Я говорю, а зачем он мне кидал две ядерки тогда? Да я не знаю, зачем он ходит, кидает всем ядерки в соседям Я понимаю, что он мог кинуть ядерку и захватить город Ну, типа, не захватить и уничтожить, а именно захватить, чтобы он остался Просто любит кидать ядерки Человек, знаешь, вот он любит это делать Кто мы такие, чтобы запрещать ему? Смогу я, интересно, Вианосец с этими двумя убителями? Он меня уничтожит Самолётики Ой, китайцы, а где твои самолёты? Утонули? Получается так Конго, можно тебя попросить не царапать мне робота? И второго тоже Вот эти минус два и минус четыре Это очень обидно Португалия, ты бомбишь испанцы? Да, ты не видишь? Уже, уже, уже отбомбил Отбомбились давно хризантемы в саду Не, китай, вот китаец отыгрывает тут роль бешеного ганди, походу Прибыл, должен ко всем покидал такой Нет, это валькуру я кустроителя Вообще, я планировал тебя эти два города забрать, но не получилось Одной кавалерии? Ты серьёзно? Ну, а второй этим авианосцем не все Ну, эти авианосцы тусуются, ну скажите мне, пожалуйста Что это пришло не так? Нет, это просто отряд бешеных подлодок Два хода, давайте купим О, всё, торговец Я в золотой век выхожу, правда Четыре хода он будет всего длиться, ну да ладно Мгновенно предоставляет танк Одиноким предоставляется общежитие Одиноким предоставляется танк Sweet Ага Разбомбили нам там всё Кстати, а термоядерка на сколько ударила? А ты кинул между Одессой и Житомиром Это она на две, на три клетки, да? На два У них радиус две клетки, в ядерке одна клетка Это вообще, очень редко вообще кидаю эти все ядерки Вьетнам, предложение Там военный союз, я чувствую У меня уже не до предложений Что? У меня уже не до предложений Ну прими тогда, господи Я же с другой стороны напал на Конга Как раз пытаюсь тебя спасти, чтобы Вьетнам остался на карте и не пошёл спать Раньше, чем на пять ходов до конца игры Так я его и не захвачу полностью Ну да, а тут чисто уже весело от Конга поотбиваться Смотрите какая, ух ты, а я-то вперёд почти вырвался У-ху-ху так работаем так давай проверим второй раз убьешь не пинг и ну дружбу на тайюань смотрим как зайдет нормально накрыла термоядеркой слушай ну как-то не на три клетки она достала я в кампус целился а там еще чанша как бы сдулась инк еще предложение так на этом басану надо бомбардировку да у меня там караваны просто на деньги бегают испанец там если хочешь он города забирать пустые стоят а вот где межпланетный полет ой это пт команда убился это я не подумал ну а это от кого добить до космопорт они так близко жалко жалко конечно что у меня флота не так на испанцы не на после этого флот будет я никуда не выпал тоже верно конечно это еще могут эти четыре хода что-то решить много выиграет а мониторе если что вот 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 Продолжение следует... Ну, ты бы хоть отчет дал, а? Серьезно. А что у нас, слаки какие-то сейчас происходит или что? Нет, ну как бы просто по счету бы сказал. Блин, я как-то не знаю. Все воюют без счета сейчас, поэтому... Не, ну, только счет бы сыграл роль на самом деле. Ну, извини. Все нормально. Я как-то... Даже не подумал об этом. А, я там вот тоже войну объявил, да? Не знаю. Ладно, я еще с сынком теперь войну. А это, видимо, где-то тебя задело. Ну, у нас не стоют. Весь мир в труху. Как вы видели Китай? Китай на меня прилетело 3 ядерки и 1 термоядерка. В смысле 3 ядерки? Ну, до тебя еще Китай 2 скинул. 3 термоядерки и 3 ядерки. Вы, кстати, там заметили, что у нас Ноби выигрывает? Ну, я все рады за нее. А, что это мне? На хюэ сбросили бомбу. Юля, весь мир в труху. Ты в Панго что-то кину? А почему испанец просел по счету? А его, наверное... Потому что города отжимают. Да. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ну, ладно, по городам я в минус 1 вышел. Толит все равно не возьмешь. Там, короче, китайцы решили вообще во всех ядерки бросить. Я уже не знаю, почему-то бросал ядерки. Ну и по очкам, смотрите, тут тоже инк очень близок. Ты про меня. УАЗ вылечим. ну вьетнам уран не нужен а мне нужен вьетнам предложение тут же не отвалится он нет у меня робот если они строят золотой век взял на робота там дают тогда его бесплатно и просто тут тут блин такой микроконтроля так я все кликал что я вообще выбрал три рандомных это как-то таймер душить ночью мы пошли больше это да он сейчас дамбур даринг соберет шотландцев и все и победа что я задушил бы у меня четыре робота ну я решил не строить а и когда мы с тобой договорились а дружище меня ядерки говорили все я тогда вопросов уже тогда уже все было решено не то что там хотел тебя кин хотел кинуть там боже китаец китай за ты чуть типа на мою победу теперь играешь просто собираешь убегаете города захватывал к зачем ты в конго вообще кидаешь я тебе их не ломал я уже никак не успеваю взять стерлинг ждать эльфа робота посадить надо как милыми походу не дали тяжелом и на тиксели пусковую шахту их жаль это подлодка что там банды конга долетает наверно жалко подлодкой нельзя брать обойтись у выбран блин не долетает и чуть и не убивай моего робота плен это же робот как ты можешь я не знал что он так близко я тоже сделал окно еще вообще на самом деле этот ход следующий только потом конец не факт а тут еще эти могут отвалиться и и спортсменов смысленно так там точно никто не улетает что мы сделали 170 ходов они 180 до 180 бы точно улетели стопудово и вряд ли бы кто-то тут воевал просто прикинул бы на меня китаец я бы полетел кидать ядерку на тебя или инка вообще ну что китаец бы кинул тогда ну да вот я уже ничего не могу сделать а им все-таки побеждает я не могу тут забрать не успею до попробую городов потому что я тупо дохту в своей же радиации это просто жесть вот для этого и нужны роботы потому что они не дохнут в радиации понимаю а кстати а робот может захватить конечно может а если там в городе сидит другой робот ну хотя бы одного я убил ну ты гад что-то я просто типа пытался стерлинг этим роботом захватить такого пострелять мог нет это показывается если ты если ты нажмешь на все он протокует его рукопаш значит я считаю что и тупо но он мог бы еще сейчас стерлинг бы захватить майбет но я не мог воевать с инком без ядер по-хорошему а инк не знал что у меня эту ядер так стоп нет сейчас возможно победит нубе если робот дошел нет рома дошел а я тупанул я мог бамбу захватить вместо чтобы туда идти себя двумя роботами протокол об ее забрал временеры самолеты туда же лишь еще счет изменится в конце окну как у меня он никак не увеличится он же не в реальном времени увеличивается да но у меня мне на чем увеличить его ну все несколько ошибок в конце конечно ну вот эти города который обстреливал китаец они немного дали потому что они по одному жителю немного очков то есть инку намного больше вот эти крупные города далее хороший мультик ну с победой ну я считаю что тут китаец проиграл войну зачем-то придя в нас кидать вместо вашим посреди 4 хода закидать испанца забрать все его города и поздравляем ну в принципе в принципе неплохо получилось да спасибо за игру спокойной ночи я считаю что в концовке проиграна возможно стоило раньше попытаться все таки конка захватить раньше тоже передумывается проблемы были с пустынными пустынными вот этими как его бурями несколько вот прям мне очень конкретно помешало это все несколько наводнений вот эти стихийные бедствия мне серьезно на экономику мою повлияли в конце не хватило уже сосредоточенности просто собрать именно забирать правильные города конго немножко под насрал китаец просто своим нападением и пришлось отвлекаться так бы быстрее города конго забрал пришлось там убивать но если я не убил его кавалерию и авианосец естественно я бы лишился нескольких городов с той стороны непонятно вообще нафига ему это делал он не сыграл на свою победу про там инка тоже атаковал но это никак не помогало ему победить вообще вот смогли мы противостоять португальцу который смог нормально развиться то есть я считаю в принципе вполне можно использовать португалию в сетевых партиях там проспал тем более потом араба забрал араба забрал так что у нас тут вера конечно у меня круто шла очень мне помогающим не вот пантеон производства все это нормально зашло вообще наверное имело смысл повоевать с конга когда когда он когда они отставали по юнитам не говорить просто инку и конга и построить ее нет а именно что спокоен молча напасть на онга и забрать но тогда он не был особо развит мне показалось что это не особо выгодно будет как мне кажется ну и концовка просто вот ведь и не хватило тут очков забирал маленькие города надо было посредоточить хотя мог вот еще один город забрать двумя роботами прямо на последнем ходу если бы я не пошел так далеко но уже знаете мы играли 12 часов мы играли ребят между прочим мы играли 12 часов так что понимаете раз фокусировка и все ну и как бы еще раз с китаями скорее знаете на что китаец повлиял что он ослабил шотландца и с другой стороны смог инк тогда шотландца вообще без без сопротивления забрать а у шотландца соответственно более крутые города были чем у конга они больше давали очков чем не города конга вот и все я не знаю зачем китаец кинул ядерки в шотланду зачем лучше приезжал к нашему континенту и впитал у нас ядерки то вообще непонятно ваши впечатления напишите пожалуйста в комментариях спасибо что смотрели играйте умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока